Компания Apple выпустила iOS 16.6 Beta 4. Какие там изменения и когда же наконец-то случится релиз, сегодня обсудим. Меня зовут Максим, вы на канале Демис Лаунж, поехали! Так, ну традиционно, бета-версия весит 300-500 мегабайт в зависимости от вашего устройства, если, конечно же, вы обновляетесь с бета-3, если с более старых бета- или еще с каких-нибудь релизных версий, конечно же, вес может быть значительно больше. Второе, что нужно понимать, вышли, естественно, все остальные бета-версии, macOS, watchOS, tvOS, iPadOS, конечно же. Если мы смотрим на релиз Notes, то там традиционно для 16.6 Beta ничего нового не пишут, пишут, что какая-то есть ошибка в приложении дом, что аксессуары Matter не так подвязываются, как надо, но она там есть и будет до релиза, потом на релизе они ее уберут. В общем, для нас с вами ничего интересного. Но, что же в этой бета-версии нового интересного, в отличие от предыдущей, потому что, как вы помните, в бете-3 у нас с вами вообще ничего не было нового. Здесь все-таки есть кое-что, а именно то, что добавили у нас с вами в 16.5.1. То есть, во-первых, это фикс того бага с вот этим специальным переходником, который USB 3 на Lightning для подключения камеры, который не работал на 16.5, в том числе, естественно, на 16.6. А во-вторых, конечно же, security fix. Помните, у нас два security fix. Один по WebKit, а второй по ядру системы, которую нашла лаборатория Касперска. В общем, все, что поправили в 16.5.1 по безопасности, поправлено, наконец-то, здесь. Ну и да, быстрое напоминание. Если последние версии iOS даются вашему айфончику достаточно тяжело, возможно, пора его обновить. Тем более, не все айфоны поддерживают iOS 17, который у нас выйдет осенью. Поэтому, конечно же, если задумаетесь об обновлении, забегайте к моим друзьям и коллегам из магазина technodeos.ru. Ребята вам подберут хорошую модель. Классные, естественно, у них цены. Есть гарантия на все устройства. Ассортимент тоже большой. Быстрая доставка. В общем, лично рекомендую. Вы знаете, это мои вот, не могу сказать коллеги, не могу сказать парнеры, потому что друзья. Реально друзья, которые я вам рекомендую покупать. Сам покупаю у них и вам тоже рекомендую. Естественно, по промокоду Демин получите какую-нибудь скидочку или подарок при покупке. Так что, не знаю даже еще что сказать. Каждый раз вам их рекомендую и буду рекомендовать в будущем. Ссылка на technodeos внизу в описании. Так, по производительности здесь плюс-минус все на том же уровне. Чуть-чуть, если мы смотрим на тесты, стало получше. По автономности я, вы помните, 16.6 пока не тестирую, к релизу протестирую, поэтому там скажу. Но я не думаю, что сильно на этой бете что-то будет прям вау или что-то наоборот будет плохо. Тем не менее, напоминаю, что это все индивидуально. И у кого-то может встать хорошо, у кого-то может встать криво. Это тоже допустимо. Стоит ли вообще себе ставить эту версию? Ну, как и в прошлый раз, я скажу, если вы уже на бете 3, ну, конечно, обновитесь. В остальных смыслах нет вообще никакого. Только вот если у вас есть какие-то проблемы на релизах, тогда можно попробовать либо там 17 накатить бета 2, либо вот эту бетку. Тогда да. Но в остальном нет смысла трогать, вообще забей. Ну, так и как даже случится релиз? А релиз у нас случится с вами, скорее всего, я думаю, в середине июля. Потому что я специально перед записью этого ролика посмотрел, как в прошлом году 15.6 выходила вот в релиз и бета-версии. И там прям вот буквально день в день с разницей на день больше. То есть, вот смотрите график, там вот прям практически все идентично. Это значит, что 10-15 июля, примерно, если ничего не поменяется, а пока вот все идет по этому графику, мы с вами увидим релиз. То есть, скорее всего, еще будет одна бета, а потом уже RC, ну, или там вторая RC, это уже посмотрим. Так что где-то до середины июля ждем с вами релизную версию 16.6. Что ж, если этот ролик вам понравился или был чем-то, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ничего классного интересного не пропустить. YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика, пишите внизу в комментариях, кто поставил, как у вас работает. Не забывайте указывать модель устройства, это тоже важно, чтобы люди об этом знали. Ну и, естественно, не забывайте про ребят из магазина технодиос.ру, если захотите обновить айфончик. И не только, у них там много всего разного интересного. Ну и, конечно же, вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, сюда кончим меньше подписаться, собственно, на канал. А у нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок